22 июня – День памяти и скорби. В этот день мы еще раз будем вспоминать тех, кто проливал кровь и поты лица, добывал победу над вермахтом агрессоров фашистской Германии в годе Великой Отечественной войны. В этот день по инициативе администрации Хасавюрта, поддержанным городским советом ветеранов и поисковиками ТОКС, делегация Хасавюрта поедет на могиле воинов, в том числе уколянут на могилу Героя Советского Союза Джумагулова, селенича Гаратар на могиле Исмаилова Абдул-Хакима. Будем возлагать цветы и еще раз поклониться им в знак уважения за то, что они сделали. Приближали победу и труженики тыла, тагестанцы, хасавюртовцы. И так, проходясь в трудном материальном положении, выкраивали оттуда свои сбережения, драгоценности, которые сохранялись, и передавали в фонд обороны Родины. Лишь бы быстрее приближить победу и гнать фашистов с территории нашей страны. Работа ТОКС продолжается активно. В этом работе наиболее в эти дни были плодотворные связи со школой 16, с краеведами ПИД-колледжа, с краеведами Аграрно-экономического колледжа и другими учебными заведениями. На все инициативы по честному войну руководители их отвлекаются, и мы проводим совместные мероприятия. Наша группа сейчас находится в городе Малгабек, Ингушетии. ТОКСовцы города впервые в Дагестане в прошлом году начали работу раскопки, делая на местах боев. В этом году нас пригласили в Ингушетию и с другими отрядами археологическими страны наши уже приступили к раскопкам на местах боев. Мы им послали приветственный адрес Ингушетии к краеведам, которые собрались со всей страны. Мы послали на подарок книги, в том числе о Хасавюрте. Мы послали им документы поисков. Для Ингушетии и Чечни мы открыли кавалеру орденов славы трех степеней чеченца Ингиноева Дуда Эдиевича из Ингушетии и Красовского Ивана Андреевича. Оказывается, Ингиноев был на хорошей работе в Средней Азии, не вернулся, там остался, поэтому о нем не знали, что этот чеченец кавалер трех орденов славы по статусу приравленный орден славы первой степени без звания героя Советского Союза. После ранения Крачевский Иван Андреевич оказался на лечении у Хасавюрте. В это время вышло новое распоряжение руководству страны, чтобы те, кто лечились в госпитале, как раньше, сами не ехали в свою часть, а еще раз проходили медицинскую комиссию военкоматы и от местного военкомата направлением ехали на охрону. Вот Крачевский Иван Андреевич как раз после лечения в госпитале в Хасавюрте получил такое направление и убил на фронт, стал кавалером орденов славы трех степеней. Аналогичная судьба была у Курбана Сумена Курбановича, бывшего педагога, героя Советского Союза, который после ранения оказался в Хасавюрте, вылечился и по новому распоряжению местного военкомата прошел медицинскую комиссию, опять был призван на фронт и погиб. Он, значит, среди призванных их в Хасавюрте, вот поэтому книга памят и папа Хасавюрта тоже включен. Он был тяжело ранен у города Керчь в 43-м году, считался без вести пропавшим. Потом он воевал за Кенигсберг, потом он дошел до Польши и там погиб. Есть еще такой же бывший педагог и однофамилец одного села, тоже Курбанович, Сумен Курбанович. Сейчас мы ведем поиск, а может и он герой Советского Союза, потому что много совпадений с тем Курбановым. Погибший в Польши в 1898-го года, погибший в Крыму в 1906-го года. Оба лечились в Хасавюрте, после оба педагоги. Мы обращаем внимание и на юбилеи Героев Советского Союза, по которым ведем поиск, на юбилеи городов страны и юбилеи учебных заведений страны. Пишем им поздравительные письма, посылаем местные газеты с интересными публикациями. Они очень бывают рады такой патриотической и интернациональной инициативе. Мы, продолжая свою поисковую работу, посылаем им также фотографии воинов, чтобы в их комнатах боевой славы и музеях они хранились. В том числе готовимся к 75-летию битвы за Кавказ и завершении боевых действий на территории Краснодарского края. Павловская газета нас публикует часто в Краснодарском крае. И вот недавно был отклик от представителей Дагестана в этом крае. Среди наших поисковых открытий для них оказалось, что один из родственников этого представителя тоже там похоронен. Он позвонил нам с благодарностью. Поисковую работу мы ведем по всей России, возобновили и по Крыму. Ценят наш труд, потому что мы сообщаем им малоизвестные эпизоды из жизни этих субъектов тоже. Бурятия, Белгородская область, это письма, которые мне недавно послали, получили ответы с благодарностью. Отмечаем юбилеи писателей фронтовиков. Вот мы 110-летие Гаджиева, Агалара, исцеления Ахнов, Ахтинского района, писателя, отметили совместно с библиотекой, агроколледжи, провели мероприятие. Погиб он в 13 сентября 43-го года в Спалинской области, в Сафоновском районе. Там чтят его тоже. Магомед Довзи Авдин из Табасаламского района написал книгу-стыхов давно, и я послал его в Питях князь Кочак, сюда которого Хасаю только, он часто бывает у нас, рад был ее получить. Отметили также 115-летие Абакарова Камила из Буйнавска. Когда-то, много лет назад, его могилу мы нашли в Калужской области, Спар-Деменском районе. Ведем поиск активно, и мы работу всю эту описываем в книгах. Я написал пять книг, четыре вышли, одна готовится в Грозном. Значит, много материалов там об Исмаилову Абдул-Хакиму Исаковиче, который на Орехстаге водрузил знамя, и эта фотография обошла весь мир. Халдей стал, как снимавший документ мировой культуры, фотографию признан лучшим в мире. Мы имеем связи с городом Гулкевичи, Краснодарского края, и в музее его обнаружили то фото на крыше Рейхстага. Сейчас будем предлагать родственникам поехать и воочию увидят оригинал фотографии на крыше Рейхстага. Среди наших направлений есть и такое, как их имена в истории США, о героях Советского Союза, которые бывали там, о других воинах, которые встречались с американцами в 1945 году. Один из них, получивших высшую награду США, Дробышев Дмитрий Степанович, похоронен в Хасавюрте. Полковник работал в военкомате и оставил особый добрый след в истории нашего города. Мы в Агроколледже готовимся написать большую творческую работу о советских воинах, которых чтут США. О своих мероприятиях в этом направлении написали председателю Совета Федерации Матвеенко, и она через правительство Дагестана одобрила это и оценила эту инициативу, что мы и таких не забываем. Так что такая же работа есть, их имена в истории Англии, которые получили награды этой страны. У нас были совместные мероприятия по Ленд-Лидзу, на это тоже обращаем внимание. Мы отметили у себя 100-летие писателя-фронтовика Мудунова Абакара Алеевича, исцеления Уничукател. Нас пригласили на республиканскую телевидение, мы там рассказали тоже об этом. Стихи Мудуновой рассказы о Великой Отечественной войне очень понравились в разных местах, куда мы посылаем. Этот офицер всегда в нашей памяти. Мы в ходе поиска часто получаем письма с просьбой помочь им, найти родственников, помочь им в выяснении сохранности могил. И мы это делаем. Помогает нам в этом руководство Краснодарского края, Новгородской области, Омской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И в ходе поиска, когда мы сообщаем, что вот такого-то их земляка мы чтим и знаем, герои Советского Союза, кавалер ордена славы первой степени. И часто бывает так, что для них наши сообщения оказываются открытиями. И год за годом мы эту работу делаем, пишем, и оказывается, что это открытия наши сенсационные. Открываем и для дагестанцев новые имена. Вот герой Советского Союза Шедрин, знаменитый моряк, ученик Магомеду Гаджиеву. Оказывается, детство провел в Дербенте. И теперь школа номер 19 города Дербент носит имя Шедрин, вице-адмирал, который потом стал журналистом. Есть у нас связи с краеведами не только городских учебных заведений, но и СИОЛ. Я сам бываю там, часто встречаюсь с ними, краеведами учебных заведений. Выпускники нашего ТОКС теперь сами руководят музеями, кровеческими кружками. Среди них есть и такие, которые очень популярны в республике. Например, Амангулу-Разият из Геметюбе, Нугаева из Гамеяха, Хайдарбиев Халид, директор гимназии имени Сайтеева, бывший ТОКС-овец. Алеева, Роза, исцеление Львовского, Бабородского района. Пахрутдиновы, исцеление Советского, нашего района. И другие сами являются активистами патриотической работы. То, что они получили на ТОКС, умело претворяют работы у себя на местах. Когда была прямая линия с Путином, я несколько раз звонил, рассказал о деятельности ТОКС. Оператору наша работа понравилась, и она более 10 минут уточняла подробности о нашем ТОКС-хосовете. и восторженно она сказала, что обязательно поставить наш успех на стол президенту. Среди предложений был, чтобы учебных заведениях возродили клубы интернациональной дружбы. Переписка между субъектами России в краеведческом движении очень слабая. И когда мы пишем некоторые свои эпизоды, они удивляются, что такая работа проводится в Дагестане. Наш ТОКС открыл, что Покрышкин служил более полугода усилением Манас. Его авиачас был недалеко от Избирбаша. Жена его написала книгу, где она рассказала, как они служили в Дагестане, и как они с Покрышкиным познакомились. И потом сыграли скромную свадьбу на берегу Каспия с участием сослуживцев. У нас есть совместная работа с автошколой Досаав. Проводим местные мероприятия, проводим пропаганду подвигов воинов, в том числе Джумагулова, имя которого носит автошкола. Военкомат направляет туда на учебу детей, которые после службы опять становятся водителем. А до службы, учившись на шофера, они в армии тоже служат шоферами, потому что обязательно призываются. Недавно мы послали книгу стихов Магомедова Зиавдина из Табасаранского работа. Работал он учителем Магомедов Зиавдин. Написал интересные стихи, в том числе о защитниках Родины, патриотах. Князь Гочак, писатель из Петяха, проявил интерес к нашей работе. И мы послали ему список всех азербайджанцев, похороненных в Хасаюрте. Он обещал найти их родственников, сообщить им, что в Хасаюрте могилы этих войн ухожены, чтят их подвиги у нас. И князь Гочак обещал приехать после торжественных мероприятий в Баку, куда он недавно поехал, повернуться в Хасаюрт и встретиться с нашими токсовцами. Поэтому такая работа тоже нами проводится, пропагандируется. Чтим подвиги героя Советского Союза Бейбулат Вербайхана Адилхановича. Когда он погиб, его Донжас принял Хасаюртович Рыбников Алексей. Он был в Аксае учился в школе. Газета Веста Хасаюртского района опубликовала о нем статью. Материал я дал и общественную палату города, чтобы имени Рыбникова назвали одну из улиц города. Сейчас уже официально подтверждено, что он действительно учился в Аксае. по некоторым сведениям и работал учителем в Аксае одно время. Он учился в Аксае очень успешно, поэтому школа проявила интерес, в музее о нем будут материалы. Немного он работал и в Шелковском учителем. Там тоже к Рыбникам проявили повышенный интерес. Дон культуры Шелковского есть его фото. Много выпускников после окончания не становятся педагогами, а какую-то другую профессию выбирают. поэтому тоже они с благодарностью вспоминают то, что они были краеведами Токса. Один из них Абдусталаму Абдусталаму выпускник педагогического колледжа, ныне генерал пограничных войск, курирует южную сторону пограничного округа и бывает в Хазайюрте в других местах и с радостью вспоминает те дни, когда он здесь учился. Сведения о нем я включил в одну из своих книг, в том числе благодарственное письмо от командования части, где он служил. Судья Верховного суда Дагестана Гаджи Магомедов Тимур, тоже бывший токтовец, он на одной из телепередач участвовал тоже. Мы в ходе поиска получаем очень много благодарственных писем с места откуда эти воины, откуда мы пишем. И Тардаев Баяли Абдулаевич из Ножаютовской района бывший педагог, пенсионер, решил тоже заняться поисковой работой, часто приезжает, берет туда сведения, учится вести эту поисковую работу и охотно в Чечне эту работу пропагандирует. Ведем переписку со школами Москвы, Санкт-Петербурга средними профессиональными учебными заведениями. Вот вот сейчас очередной письмо готовим на улице Народного ополчения в Москве школа 1522 имени Куркина, знаменитого воина. Вот обмен опытом идет. Среди тех, кого мы открыли Дагестан, для Дагестана это Бербетов Иван. Он уроженец Кубани, но остался сиротой, детство провел в Дербенте в школе-интернате поселка Дагестанские Огни. Жил он в интернате, его сестра была в Дербенте, поэтому он и там оказался. И когда из Дагестанских Огней он шел в Дербент на учебу от сестры по дороге увидел разбитую железную дорогу и он снял галстук, побежал навстречу поезда, остановил его и сообщил о том, что повреждена железная дорожная линия. Если бы этот поезд прошел, была бы авария, огромный материальный человеческий ущерб был бы пронесен. Об этом эпизоде писала газета пионер Ибербетов был представлен на отдых Артек. Вот об этом материал тепло приняли Дербент из Бирбаша. Его подвиги сейчас пропагандируют и в Краснодарском крае тоже. Мы его открыли и для Ярославской области. И вот в этой книге описаны его заслуги в Дербенте, в дагестанских огнях, его учебу в железнодорожной школе-интернате. И описан его подвиг, который я сказал по спасению поезда. Мы его открыли для города Рыбинск, где он учился в авиационном училище. Для города Ломангосов мы открыли, что он там тоже военное училище. Когда были в Ржеве и Твере рассказали, что его танки прошли и через их места. И вот так, ведя поиск в одном направлении, мы очень часто открываем и для других. местные газеты наши материалы активно печатают, умело обрабатывают. Сейчас я дал материалы к юбилею Кардашева Михаила, именем которого названа улица в Хасавюрте. Много мероприятий в этом направлении проводят 16-я школа. Вот одна из их публикация о встрече с ветеранами, которая прошла в этой школе. Читая газету «Ветеран» очень много полезного мы находим. Городской совет ветеранов для ветеранов города эту газету подписывают сами, как подарок воинам. Некоторые из воинов учились в городах, где были военные учебные заведения, уехали и не все на местах были знакомы. Вот один из них с комарохом Николая знаменитый выпускник Батайской школы пилотов и Батайские были рады нашим сообщениям о нем. Теперь его подвиги будут пропагандировать. Вот еще одна статья в газете ветеран где когда-то гребели бои называется. Мы эту газету прочитали этот номер об этом и послали на Кубан где он воевал тоже Якубин Иван что мы его подвиги пропагандируем и они чтобы эту работу делали и нашли поддержку готовя к 75-летию освобождения Кубани от фашистов мы много материала читаем тоже в газете ветеран и делимся своими мыслями с коллегами из этих мест Краснодарского края Шербиновская газета их нас публикуют вот мы читаем много книг и недавно опять потом прочитали вот книги за родину которую так люблю которая вышла Махачкала и статья Максман об Исмаиле Абдулхакима опубликована в этой книге вышла она в 1985 году над Поверженным Берлином статья называется Абдулхакима Исаковича вот и здесь много эпизодов о его заслугах места откуда сослуживцы Исмаилова тоже мы пишем один из них оказался Абрамов Шатриел из Дервента и мы сейчас хотим сообщить об этом когда будем Чакаратары чтобы они Абрамова тоже чтили как своего земляка по-братиму потому что вместе воевали в одной дивизии После долгого перерыва газета Дагестанская Правда решила опубликовать статью о нашем Токсе и вот один эпизод из них был в газете за 9 мая этого года о частом госте Токса Будайханова Эльмир Зе из Алмакха Он окончил Бунайск предучилище но война его застала во время службы под Ленинградом он прошел славный боевой путь но оказался в плену за это был наказан тоже но после войны его стали особо чтить и вот о его биографии здесь есть Многие обратили внимание на фильм Соби-Бор о единственном удачном протесте пленных этого концлагеря и действия пленных привели к победе этот фильм Соби-Бор нам особенно был приятен потому что его состав был плену и Хаса Юртович Шубаев Алексей автор книги Соби-Бор искали его родственников к сожалению не нашли Шубаевы все оказались другими из другого рода других семей а вот этого Шубаева Алексея дом удалось найти вот недалеко от площади этот дом но куда они уехали узнать не смогли и данные своего поиска мы сообщили музей Макарову и Махачкале что в Соби-Боре оказался их Хаса Юртович в плену их протестные движения привело к тому что удача оказалась и были уничтожены руководители этого концлагеря в Соби-Борах и одержали победу в Соби-Борах же газета «Дагазская правда» 9 мая опубликовала интересное сочинение ученицы 11 класса 11 школы Хаса Юрта Саванчиева и Лейла вот на это сочинение было много откликов очень умело очень глубокими мыслями написала Лейла Саванчиева эту статью мы предложим чтобы ее перепечатали наши газеты много писем в последнее время бывает из Чечни где тоже интересуются поисками хотят чтобы их приземляков подвигами у себя пропагандировали и у них тоже и такие материалы Нажа Юртовская газета и другие часто публикуют раньше публиковала Гудельмешская газета даже просили они сами в одной книге герои Советского Союза изданного Институтом военной истории Министерства обороны СССР Иванов Федор Иванович указан без места рождения и места гибели не было известно эти данные он воевал фашистами Финляндии отличился стал героем но нигде ее не знали даже в архиве мы решили более досконально копаться в архивах писали в разные архивы много писем Министерства обороны и другие места и после долгих поисков удалось узнать что он родился в Старорусском районе Новгородской области Иванович Федор Иванович погиб в Ленинградской области в 1939 году и мы получили благодарственные отзывы потому что это новое открытие для них книгу Новгородской области данные об Иванове включили Министерство обороны и институт военной истории были очень благодарны нам что их тоже заставили копаться в архивах и наконец имя еще одного героя Советского Союза стало известно архива много а вот не все они еще изучены и как сказал Суворов война считается законченной тогда когда последний солдат похоронен и вот Ленинградской области нашли дальних родственников тоже по нашему запросу Иванова Федорова и было торжественное открытие могили отреставировано наши поиски очень чтят Тамбовской области мы получили книги об их героях мы эти книги изучаем и в одном из них нашли подробный материал о героях Советского Союза Сурова славном Хасаюр Турции добираемся мы до всех окраин той же нашей страны вот письма от военного комиссара Хабаровского края где выражает нам огромное спасибо за то что ведем поиск и об их воинах и часто бывает что наши сообщения для них оказываются сенсационными открытиями часто получаем письма от родственников воинов от краеведов и на эти письма тоже мы отвечаем сообщая дополнительные сведения что успели вот одно из писем от Федорчук Евгения Александровна из Оренбурга она активно тоже занимается краеведением и наши сообщения оказались очень ксаты в последнее время стали получать не только фотографии с могил воинов но и землю с нее и гербарий и растения вот из Крыма мы недавно получили такую торжественную обстановку передали часть земли и гербария родственникам часть земли и гербария дали музею города и республиканскому наши поиски ценят военкоматы в Совете ветеранов и когда они что-то получают из разных мест они нам передают чтобы мы дальше занимались этой работой и мы им тоже помогаем связи с воинскими частями поддерживаем тоже посылаем им поздравления к праздникам посылаем газеты с нашими материалами поисковыми хасайуртовских газетах наиболее наиболее активны в этом низ газета публикует и дружба и мухтюз вот вести района тоже хотела бы чтобы опубликовать вот некоторые уехали уехали хасайурта в другие места там умерли родственники воинов и часто спрашивают посмотреть благоустроена ли могила их родственника и мы обращаемся в общественную палату тоже и выясняем состояние могил воинов и если нужно приводим порядок а так по плану периодически мы эту работу тоже делаем департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа интересовался тоже нашим опытом если у нас смотрели об их воинах и мы сообщили что герой Советского Союза Зверев нам известен в его подвиге и сослужит что мы пропагандируем Салихарском педагогическом училищу присвоили имя Зверева и мы с ними имеем тоже связи идет обмен опытом в музее есть личные вещи его и другие документы теперь наши письма тоже будут там в 99 году из Челябинской области много воинов защищали Хасаверт от чужеремных агрессоров от чужеремных бандитов некоторые из них погибли некоторые из них с наградами вернулись мы с ними не поддерживаем связь пишем о том как мечтим этих воинов как пропагандируем подвиги тех кто вернулся и вот один из таких бездетельных Николай Павлович он из города Уст-Иванов в Челябинской области он окончил энгельской военной авиационной училище летчиков и когда мы написали туда оказалось что там о нем не знают и теперь подвиги будут пропагандироваться вот в годы войны в Хасаюрте были госпитали по пути на фронт и уставшие на фронте возвращались в Хасаюрте бывали на отдыхе и мы ими тоже занимаемся подвиги медиков тоже пропагандируем и откуда пополняются у нас списки этих воинов которые были асавюрты мы пропагандируем подвиги Кардашева написали в Смоленскую область тоже новые наши материалы что его чтят и на железной дороге Хасаюрта рядом улица его именем названа чтят Кардашева и в школе номер 2 когда-то школа номер 2 носила имя Воробьева когда она была железнодорожной а потом когда она стала городской оказывается надо новое решение о присвоенной школе его имени дать и вот мы этим занимаемся тоже недавно мы пропагандировали подвиги героя Советского Союза Гамзатова Магомеда Юсуповича из Гнибского района и получили книгу о воинах Тверской области памяти и и там есть рассказ о нем потому что после войны ряд лет работал в городе Твер и его чтят там проявили внимание к нашему письму о нем и Крыму он одновременно воевал в Керченском районе Крыма сейчас там готовится выпустить книги памяти и наше сообщение о Гамзату Магомеде там приняли к сведению Получили книгу из Томска Томск в судьбе героев Нашу работу там тоже оценили достойно Несколько героев Советского Союза и кавалеров ордена славы мы для них открыли Они это оценили потому что бывают места где наши сообщения присваиваются как свое мы все равно не обижаемся лишь бы наши сообщения дошли до родственников дошли до тех кому оно предназначено что в музеях пропагандировали заслуги этих воинов но Рассветовская школа макроусловского района Курганской области где толку не присвоила наши сенсационные четыре открытия а опубликовали в газете провели спортивные соревнования где отмечали что хасавюртовцы им открыли земляков губа Даниэль Хрисантович герой Советского Союза он оттуда работал на почте у них о нем не знали в Макроусловском районе орган совет ветеранов органов связи России тоже отметили это открытие и открыли мы для Рассветовцев Макроусловского района Курганской области кавалеров орденов славы первой степени Шираковских и Шушарина они говорили что у них неврученные награды остались какие именно забыли никто на это не обращал внимания военкомат Курганской области тоже это игнорировал не верил им но мы добились того что архивный документ приняли к сведению и теперь с восторгом подвиги его пропагандируют родственники по местному на Курганском телевидении выступая тоже поблагодарили нас для одного района четыре открытия это редкое явление бывали по два открыли получая книги мы внимательно эти книги читаем вот книги Ивана Гринякина из Белгорода мы прочитали рассказ главного предназначения тут написано что ветеран войны и труда Рудаков Анатолий Аврамович уроженец Смоленщины но жил в Дагестане и где именно в Дагестане не написано мы нашли адрес автора написали ему написали самому Рудакову и оказалось что он жил в Хасавюрте учился в нашей школе прислал фотографию эту фотографию я передал городской музей вот он учился в инженерном училище удостоверение об учебе он вручал прямо из рук он получал из рук Будённого Семёна Михайловича подвиги Будённого тоже мы пропагандируем в том числе в дни подготовки к столетию Октябрьской революции говорили о нём вот и написали на его родину Будённого о своих поисках и сейчас связи продолжаются сам ветеран Рудаков написал письме которое было опубликовано в газете Дружба что он очень рад что перед смертью узнал эту вещь о том что его имя Хасавюртовцы будут чтить в нашем материале есть интернете многие сейчас догадываются получив наше письмо они получили наше письмо они обращаются к интернету и по моей фамилии имени отчества они находят там материалы мы пишем как правило от руки и там если что непонятное они смотрят интернет и там находят раньше у нас была связь с городом Мелитопол где похоронен Бейбулат Ирванхан Аделхалович но из-за событий на Украине эти связи прервались сейчас мы его подвиги пропагандируем в Ростовской области потому что раньше Бейбулат воевал там пролетарскую район их газета опубликовала нашу статью публикацию газеты НИСО я послал им на дальних подступах он защищал Сталинград и в музее Панорамы есть Бейбулат информация мы сообщили им и другие вести о них из города Кемерово мы получили вот этот диск здесь книга о кавалерах золотых звезд из города Кемерово и когда мы просмотрели изучили эти материалы узнали что один герой Советского Союза Ариндаренко не попал в это и когда мы написали им что он тоже должен быть в двух книгах получили ответ что они его знали но просто упустили и спасибо только Сухосоюза что напомнили об этом вот Нурадилов Хампаша Нурадилович в Сталинградской области очень чтим он защитник Волгограда Волгоградской земли и вот мы получили недавно хронику Сталинградской битвы здесь есть данные о Нарадилове оказалось что мы получили энциклопедию Сталинградская битва я изучаю узнал что 11 июня несколько районов Волгоградской области отмечают свои 95-летия и об этом написали руководство Кумильджинского района с поздравлением с 90-летием района 90-летие Кумильджинского района и других это места где воевал Нарадилов и вот в этом журнале есть фотография могиле хампаши Нарадилова станицы Букановская и рядом вот деревья мы видим между двумя деревьями он Асайюртовцы и Нарадиловцы ездят туда совершают автопробеги и нашу статью об этом что мы публикует газета НИИСО мы эту газету тоже туда пошлем обрадуем их что в музее у них будут эти материалы 14-я школа Хасайюрта Лилиноулская школа номер 1 тоже носят имя Нарадилова о своих поисках писали в Нарадиловскую газету но последние годы там равнодушие наши материалы там не опубликованы по Брянской области работа тоже идет у них есть тоже информационно-поисковый центр Витяз и координат работу детская библиотека и мы там о своих поисках написали вот ждем ответа в Тульской области были бои руководство Тульской области тоже ценит наш труд присылает материалы и мы изучая их земляков подвиги находим что они были сослуживцами дагестанцев аренбургой высоко оценили наши поиски в том числе герой Советского Союза Сываков уроженец аренбургской области был забыт а мы его подвиги пропагандировали особенно потому что он покомандовал когда-то 13 дагестанской дивизией которая была в Ростовской области в молодости служил в Дагестане тоже и в годы гражданской войны боролся с иностранными бандами и вот Сываков Иван Прокофьевич теперь на родине знаменит их абдулинская газета аренбургской области опубликовала нашу статью он воевал с бандами и в Кабардино Балкарии и там тоже читают его а в Сталинградском по музее заповеднике обратили на внимание по нашим сообщениям что он воевал на Сталинградском и Донском фронтах у нас есть историческая справка биография этой дивизии которой он командовал а о его командирской должности в дагестанской дивизии в моей книге есть тоже материал в этой книге вы знали выше чем Белоруссии есть материал и Лазарова Исаия он учился в Аксае Аксае знают о нем их союзовцы подвиги пропагандируют и вот что интересно он дружил с одним воином Хаминковым Хаминковым тоже стал героем Советского Союза он из Калужской области Хаминковым и написал статью о том что Лазаров дружил с Хаминковым и что мы подвиги Хаминкова чтим пропагандируем вот и оказалось потом что Хаминков призван из Махачкали Николай Никифорович остался сиротой умер его отец в Москве куда сын возил его на лечение похоронил отца в Москве он на родину не вернулся в Калужскую область Борятинский район потому что родственников там никого не осталось и в Москве долго не остался ему обещали один дагестанец хорошую работу в Махачкале и он приехал в Махачкалу работал и уехал на войну из Махачкалы в Совете ветеранов Махачкалы проявили Хаминкову интерес стали его подвиги пропагандировать и теперь его фото висит среди героев дагестанцев надеюсь будет и фото Сивакова когда умер командир роты Хаминков рядовой взял на себя его обязанность рядовой командовал ротой и задачу выполнили но сам он погиб в Шумилинском районе Белоруссии это было Айлазаров потом когда он погиб командовал ротой рядовой командовал ротой и сержант командовал в бою в Трожове обстановке воины находили мужество взять на себя такую миссию и достойно Илазаров продолжил потом он погиб дальше воюя Илазаров наш земляк и подвиги его знают в разных местах вот документ о гвардии сержанта Абдусаламу Грейхана из Хасаюрта и его подвигах администрация Хасаюрта пошла навстречу пожеланиям нашего Токса чтобы его имя присвоили одной из улиц андийского поселка большую помощь нам в этом оказал мухожил Абдусаламу 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 они приняли это сведения хотим провести спортивные соревнования 60-летия андийского поселка которое намечено на октябрь ноябрь Вишнякова Мария из Хасаюрта уроженка Воронежской области и когда мы написали что ее подвиги чтим были благодарственные письма оттуда нашли ее наградной лист тоже и передали Пермском крае высоко оцелили наши открытия 11 героев Советского Союза и кавалер ордена славы мы открыли для Пермского края руководство Тульской области очень обрадовалось когда я сообщил патриотическое мероприятие школы НОГ-12 имени Льва Толстого в этом году Толстому 190 лет и я был там провел урок мужества в 12 школе и сообщил об этом народе Льва Толстого в музее города есть материалы о пребывании Толстого в Хасавюрте в моей книге тоже есть этот эпизод Министерство образования и науки республики Туа высоко оценило наши открытия сенсационные о тех их земляках которые у них были жили уехали и после войны не вернулись по разным причинам и были забыты газеты России публикуют тоже наши материалы особенно Курской области Краснодарском крае на это обращают повышенное внимание я служил два года лейтенантом города Кузнецк Пензенской области поэтому связь с их краеведением краеведом и музеем поддерживаю изучаем подвиги войнок Пензенской области Кузнецкого района обмениваемся опытом один из них был ставший героем России Гамзатов Магомед Османович который воевал сформированные у них дивизии и его заслуги там пропагандируются ценят наши поиски Мурманской области ценят наши поиски в архивах архивах вот для Челябинской области тоже мы открыли несколько героев Советского Союза кавалеров орденов славы и вот недавно мы получили благодарственное письмо за очередное открытие о герое Советского Союза кавалевы наши материалы умело пропагандируют газеты Казбиковского района Чапар а последние годы и газета Салатавия Алмак которая пропагандирует заслуги алмахцев и уехавших оттуда других и вот наши материалы они опубликуют и мы этой работе тоже уделяем нас точное внимание материалы своего поиска мы послали в город Кола Мурманской области и тоже были рады нашим сообщениям Саратовская область вот станция юных туристов интересовался нашими делами наши публикации в газетах Дружба и другие им понравились и они пишут что у себя будут принимать меры по пропаганде нашего опыта годы войны в Хасаюрте были много воинских частей которые по пути на фронт останавливались и генерал масленников потом стал героем советского союза генерал армии петров иван знаменитый военачальник тоже о котором писатель карпа написал книгу полководец генерал сафону начальник штаба 157 стрелковой бригады они были в Хасаюрте на одном из домов есть грамморная плита на улице дачная что там был штаб 44-й армии и сафону в городе Саратов выпустил книгу записки начальника штаба где пишет тоже о пребывании своем и Петров в Хасаюрте в селе Баташюрт тоже они останавливались администрация Коломенского муниципального округа Московской области прислала благодарственное письмо военный комиссарят Алтайского края оценил наши поиски по их местам в том числе о сослуживцах их земляков и регистанцев письмо из законодательного собрания Ростовской области писатель Васлав Михайловский родился в Таганроге 27 июня 1938 года в этом году ему 80 лет мы написали туда что 80-летие Ватсла Михайловского писателя журналиста судьба которого связана с Дагестаном Чтима и в Хасаюрте и получили письмо что благодарны нам за сообщение о юбилее и будет организована выставка книг Михайловского хотя он у них мало жил но раз родился там значит будут его подвиги пропагандировать вот из города Курбище в Ростовской области получаем благодарственные письма наши письма хорошо публикует газета Целинник Перелюбского района и в одном из писем оттуда поблагодарили нас за сообщение материалов о погибших на войне войнах которые имели отношение к Хасаюрту и к их району Перелюбская районная газета посылает привет семье Ноховых потому что их семья имеет связи с Перелюбцами и погибший на войне Вескрубенцев призван из Хасаюрта нашли мы его могилу в Краснодарском крае Вескрубенцев теперь чтят там восстановили и ради на родине Отминистрация города Мурманска сообщает что наши материалы изучены переданы в архив и будут использоваться в работе в своем Ульяновской городской думе пишет что наши сообщения об их земляках из своего поиска о земляках наших их сослуживцах тоже они будут читать из Крыма председатель государственного совета пишет что они готовят книгу памяти своего района что наши материалы переданы в советы ветеранов музеи и президенту общественного поискового движения наследия и отчизна Крыма и нашими поисками занимаются они и организация отчизна прислала благодарственное письмо что им очень помогли этой работе газета диза вот когда опубликовала нашу статью из поисков прометея агроэкономического колледжа на эту опубликацию очень много было отзывов в том числе из Махачкали потому что 271 стрелковая дивизия вела работы оборонительные под Махачкалой и эта работа была оценена администрацией Махачкали в эти дни мы отмечаем 100 лет Акаеву Ильбархану Акаевичу знаменитый наш земляк его имя носит одна из улиц Хасавюрта беседу о нем прошли педколледжи агроколледжи и газета Хомоктюз опубликовала о нем статью было много отзывов благодарственных материал о нем дали также в газету Весты Хасавюртовского района думаю они тоже обратят на это внимание опубликуют дагестанский совет ветеранов город Хасавюрт в администрации ценят наш труд помогают поддерживают поощряют и в книге махачкале об истории совета ветеранов наш токс указан получили медали также совета ветеранов и города Хасавюрт администрация оценила так труд что радует тоже конечно работу я веду и как увлекающийся творчеством Толстого увлекающийся творчеством Пушкина Лермонтова газета Белинского района Пензенской области родина Лермонтова опубликовала наши материалы с благодарностью о его связи с Тагистаном со Союзом мы знаем что в Избирбашии есть знаменитая скала напоминающая издали профиль Пушкина об этом написали город Пушкин Московской области и поселок Пушкин города Санкт-Петербург в Санкт-Петербург все ответили написали в город Лермонтов в Старопольском крае но ответа не было хотя времени прошло достаточно Удмурти ценят наш труд газета Воткинские Вести поблагодарили нас опубликовала они прислали нам книги где даже много нашли материал о дагестанцах и после получения книги о физкультурниках Удмурти и Великой Отечественной войны решили этим направлением тоже заняться спортсменой фронтовики Морозов Леонид Семенович из Хасавюрта один из тех физкультурников кто этим занимался участвовал к нам приезжали гости из Курской области мы поделились своим опытом подарили книги им и они уехали довольные увидев наш активный поисковый труд музей боевой славы роговской школы тоже откликнулся в ответ на наши поисковые дела и мы им сообщили то чем занимаемся в том числе о заслугах Талалехина Виктора Васильевича совершившего воздушный таран мы в ходе поиска часто пишем письма в последние годы в организации ДОСААВ ДОСААВ тоже важную роль сыграло в подготовке к юношес службе к подготовке к воину к пропаганде их подвигов и республиканская организация ДОСААВ который возглавляет представитель Хасавюрта Алиев ценник тоже наш труд поощрает в том числе поисковое направление о покрышке жена его в одном из писем писала что она в два раза была в Хасавюрте сначала по пути на фронт потом по пути на место где служила когда-то чтобы взять землю с места где она служила потом когда муж умер она эту землю половину посыпала на ее могилу половину оставила себе завещала детям чтобы они тоже это сделали и дети ее совет выполнили в ее книге много интересного мы нашли о службе в Дагестане для Адыгеи мы открыли героев Советского Союза дважды героев Паршина Георгия Михайловича Игусаковского Иосифа Ираклиевича написали о герое Советского Союза Яценко Николая Лаврентьевича потому что их судьба связана с Адыгеем и они были очень благодарны хочу отметить что день 22 июня день скорби и памяти учебные заведения Хасаюрта не оставят без внимания побывают на улицах имени фронтовиков посетят могиле этих воинов и еще раз выразят память тем кто своей жизнью и кровью приближал нам победу побываем на братской могиле Хасаюрта и напишем об этом места откуда эти воины материалы о госпиталях мы тоже будем опять вести в поисках своих эпизодами и пропагандировать заслуги медиков тридцатого тридцатого мы еще раз будем эту работу освещать побываю на местах воскресенье отмечали День медиков я поздравляю всех Хасаюрт с этим днем без среди учебных заведениях о медиках фронтовиках проходят хотим изучить также опыт медицинских колледжей в этом направлении мы медиков медицинских негар лея.